Единый тариф на весь транспорт в Липецке введут с 1 июля. Цена вырастет на 5 рублей. Проехать в автобусе, вне зависимости муниципальный или коммерческий, можно будет за 22 рубля. Повышение тарифа в городской администрации назвали обоснованным. 22 рубля это достаточная сумма для того, чтобы перевозчик не просто осуществлял перевозки, но и мог инвестировать в обновление подвижного состава. Но повода для паники нет, уверяют транспортники. У горожан есть отличная альтернатива, которая позволит даже сэкономить. С 1 июля начнут работать новые электронные карты. Ездить по ним можно будет по-прежнему за 17 рублей, вне зависимости от собственника транспорта. У нас почти 90% населения ездят и оплачивают за наличный расчет. Тариф за наличный расчет составляет 17 рублей. Вот это объективные цифры. Если у коммерческих перевозчиков тариф и по безналичной системе по наличной 1,17 рублей, то у муниципального перевозчика он дифференцирован от 14 до 20 рублей. Что будет с 1 июля? С 1 июля тариф при условии безналичной оплаты по транспортной карте будет един. У всех перевозчиков в любое время и составляет 17 рублей. Логичный вопрос, где купить карту. С 15 июня это можно будет сделать в любом отделении Сбербанка. А пополнить счет в специальных терминалах. Сейчас их 25 будет больше. Устанавливают аппараты на остановках по всему городу. Пользоваться этой картой будут более до 90% пассажиров. Поэтому мы говорим о том, что основная масса населения города не должна пострадать. Если вы ездите ежедневно, не составляет труда пойти, приобрести карту. Либо воспользоваться существующей картой, которая у многих уже есть. Ну, пока да. Удобно. Я пока еще не пользуюсь, но скоро уже буду пользоваться. С 26 июня. А скажите, пожалуйста, насколько для вас это удобно будет? Ну, мне, например, я езжу мало, поэтому мне, может быть, это и очень удобно. Да, мне удобно. Ежегодный оборот в сфере общественного транспорта Липецка порядка 2 миллиардов рублей. Приблизительно. Потому что точно отчитаться о перевезенных пассажирах может только муниципальный транспорт. Потому что есть терминалы и билеты. В маршрутках в этом отношении все печально. Водители должны не перевезти людей, а отработать некую норму. Сколько конкретно определяет владелец. Отсюда гонки, хамство и отсутствие всякого учета проданных билетов. Переход на безналичный расчет должен это исправить. На сегодняшний день действующих транспортных карт у нас 87 тысяч. Из них 54 тысячи – это активные транспортные карты, которые и будут дальше продолжать свою работу. Просто остальная масса не пользуется. Ну, о чем Металево сейчас сказал, так как проезд одинаковый. Стимул сделать транспортную карту будет и у льготников. Большой плюс в том, что ездить они будут за полцены – 8 рублей 50 копеек. Вторую половину перевозчикам компенсирует областной бюджет. И действовать она будет везде, как в муниципальном автобусе, так и в коммерческом. Льготную транспортную карту уже оформили более 30 тысяч лепчан. Существующая система льготного проезда, кстати, в том числе и в связи с ограниченностью возможностей маршрутов, она не пользовалась таким широким спросом. Уже первые карты льготные начали выдавать льготникам. И мы рассчитываем, что общее количество людей, которые будут пользоваться данной льготой, вырастет в три раза. Если льготы доступны теперь везде, а цена едина, зачем городу муниципальный транспорт? На этот вопрос в мэрии отвечают просто. Коммерческие перевозчики допоздна не работают. А еще есть садоводческие маршруты и отдаленные районы города. Так что желтые-зеленые автобусы пассажир транса по улицам еще поездят. Дмитрий Курмаков, Михаил Жилкин. Липецкое время.